Флагман Черноморского флота России крейсер Москва получил серьезные повреждения в результате пожара. Экипаж эвакуирован, сообщают в Министерстве обороны. Там уточняют, что на борту корабля произошла детонация боеприпаса из-за возгорания, причины которого устанавливаются. Между тем, украинские официальные лица заявили, что ВСУ атаковали крейсер под Одессой крылатыми ракетами «Нептун». Крейсер Москва – военный корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте России. Он был введен в эксплуатацию в 1983 году. По некоторым данным, в феврале 2022 корабль участвовал в атаке на остров Змеиный. «Украина – это место преступления. Мы должны прорваться сквозь туман войны, чтобы добраться до истины», заявил прокурор Международного уголовного суда, посетив в среду пригород Киева-Бучу. В начале апреля здесь были найдены тела сотен мирных жителей, в гибели которых Украина обвиняет российские войска, оккупировавшие город в течение месяца. Сегодня фронт войны смещается на восток, и в Киеве звучат новые обвинения в преступлениях против жителей других населенных пунктов. «Мы здесь, потому что есть веские основания полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда», пояснил Карим Хан. «Имело или нет места преступления, должны решать судьи. Следует выдавать ордера и повестки. Мы будем продвигаться шаг за шагом. С нами приехала команда не для камер журналистов. Это криминалисты, судебные антропологи, аналитики, следователи и юристы. Мы должны убедиться, что действительно отделяем правду от вымысла. Мы должны продвигаться в расследовании, настаивая на праве каждого человека, на то, чтобы его жизнь была защищена и не подвергалась произвольному нападению». В компетенцию Международного уголовного суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и акты агрессии. Накануне действия России на Украине назвал геноцидом президент США. В Москве обвинения квалифицировали как неприемлемые. «Москва ввела ответные санкции в отношении политиков из Соединенных Штатов и Канады. В черный список внесены 398 членов Палаты представителей США, а также 87 депутатов канадского парламента. Им запрещен въезд в Россию. В заявлении Министерства иностранных дел РФ говорится, что в ближайшее время черный список пополнится новыми именами. Также будут введены и другие санкции против США и Канады. Подробностей в ведомстве пока не раскрывают». В Кремле также прокомментировали заявление Джо Байдена о том, что российские войска совершают геноцид на Украине. Пресс-секретарь президента Владимира Путина назвал эти слова недопустимой попыткой исказить ситуацию. Россия также предупредила, что будет считать транспортные средства США и НАТО, перевозящие оружие по территории Украины, законными военными целями. Зам. министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что любые попытки Запада нанести значительный ущерб российским силам будут жестко пресекаться. Французская жандармерия расследует уже четыре уголовных дела о военных преступлениях на Украине. Основанием для этого стали свидетельства о ранениях и гибели гражданских лиц в результате боевых действий в Мариуполе, Чернигове, а также Киевской области. Среди жертв этих преступлений оказались граждане Пятой Республики. Представим, что гражданин Франции находится в Мариуполе и подвергается в течение нескольких дней или нескольких недель бомбардировкам, которые проводятся необоснованно или по меньшей мере непропорционально желаемому военному эффекту. Если учесть, что в этих районах больше нет военных, а потенциально остаются только мирные жители, то эти деяния могут быть квалифицированы как военные преступления. Ранее во Франции были приняты изменения, которые открывают больше возможностей для международного сотрудничества в расследовании военных преступлений и преступлений против человечности. Предполагается, что доступ к материалам дел получат следователи Международного уголовного суда. Расследование на этот раз может быть проведено быстрее, чем раньше. Но процедура сбора доказательств всегда занимает относительно много времени. Помимо фактов, которые необходимо подтвердить материально, есть еще цепочка ответственности, которую надо установить. От солдат до, возможно, главы государства, которые могут отдавать конкретные указания. Эта работа тоже занимает время. Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Москва заявляет, что не атакует гражданские объекты и обвиняет украинских военных в убийствах и использовании мирных жителей в качестве живого щита. Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорк арестован и обвиняется в терроризме. 62-летний Фрэнк Джеймс был взят под стражу в районе Ист-Вилледж на Манхэттене после поступившей в полицию наводки. Накануне в результате стрельбы в утренний час пик на станции метро 36-я улица в Южном Бруклине огнестрельные ранения получили 10 человек. Еще примерно столько же получили другие травмы. Буквально сотни детективов полиции Нью-Йорка усердно работали в течение последних 30 часов, чтобы свести все воедино. Они сделали это совместно с нашими партнерами по правоохранительным органам, включая ФБР, Объединенный антитеррористический центр, Центр разведки полиции Нью-Йорка по преступлениям с применением огнестрельного оружия и региональную оперативную группу во главе со службами маршалов США. Мы смогли быстро уменьшить его мир, ему некуда было бежать. Полиция выясняет мотив подозреваемого, изучая его посты в соцсетях, зачастую наполненные нецензурной лексикой. В одном из видео, опубликованном в Ютьюбе за день до нападения, Джеймс критикует преступления против чернокожих и говорит, что необходимы решительные меры. Число новых случаев заражения коронавирусом и смертей от него в мире снижается уже третью неделю, но данные могут быть искажены свертыванием программ тестирования. ВОЗ сообщает, что за эту неделю ковид заболели свыше 7 миллионов человек, почти на четверть меньше по сравнению с неделей предыдущей. Но в некоторых странах выросло число госпитализаций, так что радоваться раньше времени не стоит, считают эксперты. Тысячи аргентинцев вышли на марш протестов в связи с высокой инфляцией в стране, требуя от правительства оказать населению дополнительную соцпомощь. Участники акций сетовали на рост безработицы и цен. Манифестации прошли по всей стране, самые массовые в Буэнос-Айресе. По данным аргентинских властей, инфляция в марте достигла 6,7%, превысив самые пессимистичные прогнозы. В этом году более 263 миллионам человек грозит нищета, в то время как 860 миллионов будут выживать с доходом в 1 доллар 90 центов в день. Об этом сообщается в докладе от кризиса к катастрофе, который опубликовал Оксфам, или Оксфордский комитет помощи голодающим. Среди зон гуманитарного бедствия – Восточная Африка, регион Сахель, Йемен и Сирия. Число людей по всей планете, которые впервые окажутся за чертой бедности, соответствует населению Германии, Франции, Великобритании и Испании вместе взятых. Как видно на графике, именно пандемия COVID-19 привела к росту крайней бедности в мире. Сопутствующими факторами стали углубление социального неравенства, а также повышение цен на продовольствие и сырье, вызванное войной на Украине. Опираясь на закон Энгеля, социологи фиксируют рост бедности по мере увеличения доли расходов на продовольствие. В США самые бедные категории граждан тратят менее 30% дохода на еду. В Перу эти показатели доходят до 60%, а в Мазамбике цифры еще выше. Согласно Международному объединению Оксфам, события двух последних лет отбросили все усилия по борьбе с бедностью на десятилетия назад. По словам исполнительного директора организации, небольшая группа сильных мира СИВО прибрала к рукам миллиарды долларов. И у них нет никакого желания что-либо менять. По меньшей мере 300 человек стали жертвами наводнений в ЮАР. Президент страны Сирил Ромофоса назвал произошедшее катастрофой огромных масштабов. В среду он встретился с жителями одного из пригородов города Дурбан, пострадавших от наводнения и оползней. У многих из этих людей погибли родственники, разрушены дома. Спасательно-поисковые работы на месте трагедии продолжаются. Не исключено, что число жертв может вырасти. Вся провинция Квазулы-Натал объявлена зоной бедствия. Местным жителям, оставшимся без крови, пришлось бежать. Но ситуацию осложнило то, что дороги также оказались серьезно повреждены. Многие мосты были разрушены. Причиной наводнений стали продолжительные проливные дожди, сильнейшие за последние 60 лет. По мнению ученых, непогода стала проявлением климатических изменений. Синоптики предсказывают, что выходные дожди продолжатся. Причиной Синоптики предсказания за последние 20 лет.